В эфире программа День города. Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте! Ближайшие 15 минут смотрите. Помощь на высоте или есть ли на борту врач? Известный рязанский хирург спас пассажира самолёта прямо во время полёта. Девичий взвод. Сегодня мы встретились с легендарными барабанщицами из Академии ВСИН России. Осенний переулок. Восстановительные работы идут не только во взорванном доме. Частный одноэтажный дом во втором осеннем переулке, стоящий напротив многоэтажки, где 23 октября прогремел взрыв. Недавно в социальные сети выложили фотографии этого дома со снесённой крышей. И буквально сразу начались работы по его восстановлению. На месте побывала Анна Герцовская. Работа вокруг взорвавшегося дома кипит. Полиция, МЧС, представители власти города, строители, а также скорая помощь, находящаяся на постоянном дежурстве для помощи гражданам, в том числе и психологической. Шум, грох, это один из признаков того, что идут восстановительные работы. Вокруг взорвавшегося дома, помимо высоток, есть частные строения. Они довольно старые, и некоторые сильно пострадали. Этот дом находится прямо напротив эпицентра взрыва. Ударной волной ему снесло крышу. У дома номер 4 на втором осеннем переулке во время взрыва в ту роковую ночь была повреждена кровля, стена и стёкла на окнах. Здание экстренно ремонтируют. По словам жильцов этого дома, за работу взялась администрация города. Выполняется монтаж новой крыши, выносятся старые полугнилые доски. Возможно, дом получил такие разрушения не только потому, что находился прямо под ударом. Как говорят соседи, здание долгое время не подвергалось ремонту, было запущено. А вот рядом стоящий дом под номером 6 пострадал значительно меньше. Стенка лопнула, а вот в доме всё полетело, но всё цело. Только две вазы разбились. Ну, хрен с ним с вазами и зеркало. Никаких трещин до взрыва на этом доме не было. Каждый год хозяйка ремонтирует здание. Этим летом как раз были отштукатурены и покрашены стены. Ну, она у нас отштукатурна, всё вон лопнуло. Я не знаю, как она там пойдёт. Будут делать, не будут. Я ничего не знаю. Валентина Тарасова сообщила, что она подписала акт, в котором были обозначены разрушения. Власти обещали отремонтировать здание. До сих пор женщина не может прийти в себя после произошедшего. Взрыв был такой силы, что заставил их с дочерью встать с постели среди ночи. Невозможно. Не то слово. Не то слово. Я вылетела. Ой, народу, машины. Всё мгновенно. Вносили людей отсюда. Вероятно, постепенно, начиная от эпицентра трагедии, ремонтные работы будут расходиться вокруг. Перейдут на близлежащие дома по принципу кругов на воде. И тогда даже самые, казалось бы, незначительные трещины штукатурки тоже будут отремонтированы. Чтобы с течением времени у пожилых людей не отвалилась стена от дома. Для уборки снега в Рязани подготовили 110 единиц техники. Все дорожные и коммунальные службы региона должны оперативно перейти на зимний режим работы. Такое поручение дал губернатор Рязанской области. В свою очередь, глава города Олег Булеков сегодня оценил готовность городских служб к зимней уборке снега. По оценке главы администрации, предприятие автобазы дирекции благоустройства города в целом готова к проведению сезонной уборки от снега, проезжих частей и тротуаров города. У нас, знаете, как порой бывает. Мы начинаем грядировать, да? Завалили, и людям приходится через эту группу прыгать. Вот нам нужно либо чуть дальше тогда протаскивать, чтобы у нас около остановок не образовывались эти полы. Ладно? Давайте будем надеяться, что мы пройдем зиму к ним без особых нареканий. Силами дирекции в течение зимнего периода от снега будет очищаться около 200 улиц и более 270 остановок общественного транспорта. Для проведения работ по зимнему содержанию в распоряжении предприятия есть 110 единиц снегоуборочной техники. В достаточных объемах заготовлена песко-соляная смесь, а также асфальтобетонная для оперативной заделки возникающих в зимний период на дорогах выбоин. Площадка для складирования снега организована в районе Хамбушево. Олег Булеков поставил задачу первоочередное внимание при очистке от снега уделять дорогам с наибольшим транспортным потоком общественного транспорта. Нет помощь на высоте или есть ли среди пассажиров нашего самолета врач? Жизнь пассажира рейса Москва-Екатеринбург спас врач и профессор Рязанского медуниверситета. Вместе с коллегой известный хирург Константин Пучков летел в столицу Урала, чтобы провести мастер-класс. Но умение спасать жизни людей пришлось демонстрировать уже в небе. Когда одному из пассажиров бизнес-класса стало плохо, и бортпроводники по громкой связи объявили, что требуется помощь врача, Константин вместе с коллегой незамедлительно откликнулись. Молодой мужчина лежал в проходе без сознания. Белый, мокрый, с давлением 60 на 0. Первые меры – ноги вверх, кислород, и через 5 минут давление уже повысилось до 80 на 40. Стал немного разговаривать. В тот момент стало понятно, что это не просто обморок, а что-то более серьезное. Там, слава богу, на борту оказалась аптечка приличная, но ее имеет право скрывать только врач-пломбу. Там с минимальным набором всех медикаментов, лекарств, кислород, со всеми делами. Очень понятно было, что он непростой и что это непростой уморок. Но вот, несмотря на 29 лет, да, так сказать, ситуация такая непростая. В течение часа, а именно столько оставалось до посадки в Екатеринбурге, врачи поддерживали состояние мужчины. Сами говорят, что очень повезло с персоналом. Стюардессы волновались, но работу выполняли четко. Командир обеспечил бережную посадку, а пассажиры бизнес-класса вынесли пациента из самолета на руках и передали сотрудникам скорой. Позже стало известно, что пациента перевели в кардиодиспансер с диагнозом инфаркт миокарда. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Несмотря на то, что в последнее время проблема детей с аутизмом придается больше огласке, нежели раньше, общество все еще не готово принимать таких детей. В школах отсутствуют необходимые условия, а специалистов, умеющих работать с этими детьми, катастрофически мало. В Рязани пути социализации своих детей стали искать родители. Как живется таким необычным детям и их родителям, знает Алена Куколева. Они тоже любят, боятся, страдают, но совсем по-другому, по-своему. Аутизм – весьма противоречивая болезнь. Такие дети могут быть и высокоинтеллектуальными, и умственно отсталыми. Могут быть одаренными в какой-то области, но при этом не иметь простейших бытовых и социальных навыков. Ребенок может быть достаточно умным, но социально совершенно не адаптирован. То есть он не знает, как выйти из дома, и как перейти дорогу, и как купить себе хлеб с молоком. И не знает, как налить это молоко в стакан. Родители, детям которых поставили диагноз «Аутизм» сегодня столкнулись с такой проблемой. Работающая недавно в стране система инклюзивного образования на деле оставляет желать лучшего. Причиной тому – совокупность сразу нескольких факторов. Это недостаток квалифицированных педагогов и неспособность и нежелание общества впускать в себя особенных детей. Приходим в общеобразовательную школу по месту жительства у нас. Беседуем с директором. И директор, естественно, говорит, я в шоке. Я в шоке от того, что я-то рада вас принять. Приходите к нам. Но у нас нет директоров для вас. У нас нет педагогов. Надомное обучение, пожалуйста, надомное. Мы всем везде кричим. Нельзя нашим детям надомное обучение предлагать вообще в принципе. Потому что если нужно убить наших детей, давайте посадим их на надомное обучение. Потому что детям-аутистам обязательно нужна социализация. Закрыть ребенка дома – это значит все обречь его на вечное одиночество. Зоя – мама особенного мальчика. Не раз сталкивалась с открытым хамством даже на обыкновенной детской площадке. Мамашу уберите со своего ребенка отсюда. Уйдите. Вы себе невоспитанный ребенок и такая же невоспитанная мамаша. Как мы родители? Мы родители сами уходим в себя. Мы не хотим общаться. Мы не хотим выходить куда-то с детьми. Александр столкнулся с тем, что другие родители просто заставили его забрать дочь из детского сада. Родители написали письмо на имя заведующей, что они не хотят видеть своих детей в группе с нашим ребенком. Потому что это угрожает жизни их детей. А маме Ване долгое время приходилось уходить из одного детского сада в другой. Причина в том же – воспитатели не знают, как обращаться и не хотят принимать. Мы столкнулись с многими проблемами. В частности, одна из тех, что мой ребенок не смог посещать общеразвивающий детский сад, потому что ни воспитатели, ни психолог детского сада не были готовы к этому. Затем мы стали посещать группу задерж детей. Для детей задержка психического развития. И там тоже не сложилось. При этом родители не отчаиваются и приводят детей на занятия в коррекционно-олгопедический центр. Здесь с ними занимаются квалифицированные преподаватели. Главная цель таких занятий – это привить необходимые навыки, чтобы после ребенок смог пойти в школу. Мы прививаем им навыки поведения в группе, в классе, когда есть учитель. Когда учитель дает задание, направленное на группу детей, а не на одного ребенка. То есть индивидуально ребенок может работать с дефектологом, с логопедом один на один. Но когда ребенок попадает в среду, где 5, 7, 20 человек, тут ребенок не готов, конечно. Если их специально не готовить, то им будет крайне сложно. Как обучать аутистов? Нужны ли специализированные школы или единственно правильный путь – инклюзивное образование? Вопросов пока больше, чем ответов. Большинство аутистов – одаренные люди. Как правило, их талант раскрывается в какой-то узкой области. Компьютер, музыка, физика, химия. В народе аутизм называют болезнь гениев. Мой ребенок зациклен на поездах. Кататься – это самое большое, самое любимое, что он любит делать. Он любит лепить их из пластилина. В Даре мы только поезда. В гости к нам приходят только с поездами. На улицу мы ходим только посмотреть поезда. Действительно, среди них много потенциальных гениев. Правда, реализованных – единицы. Все зависит от общества, в котором они рождаются и живут. Пока исключенные социума, но не способные существовать без него. Тысячи аутистов вместе со своими родителями ждут и надеются, что однажды для них проложат дороги интеграции с двусторонним движением. На данный момент мы отправили запрос в Министерство образования, чтобы узнать, как в городе реализуют программу инклюзивного образования для таких детей. 82 года сегодня отмечает Академия ФСИН России. Вуз, который готовит сотрудников уголовно-исполнительной системы, тех, кто работает в тюрьмах и СИЗО, чья деятельность не так заметна, но очень важна и сложна. Несмотря на специфику службы, в Академии немало спортсменов, общественных деятелей и творческих людей. В частности, легендарным стал взвод девушек-барабанщиц – уникальный коллектив, аналогов которому нет ни в одном другом военном вузе. 24 девушки, которые выбивают четкие ритмы и под них же выполняют перестроение, уверенно и красиво. За этим можно наблюдать бесконечно. Девочки, выбравшие юность в сапогах, сменившие нарядные платья и высокие каблуки на форму и берцы, уже вызывают восхищение. А когда они еще и владеют таким необычным для девушек искусством, это и создает вокруг них атмосферу легендарности и возвышенности. Между тем, современные супергероини, как выяснилось, совершенно обыкновенные девчонки. Мы стали как какой-то маленькой семьей. Мы понимаем, что это наше, нам это нравится, мы делаем. Мы не в свою работу, это как хобби. Это как хобби наше, да. Нам очень нравится. Мы друг с подругой. Но мы все равно в одной академии, но у нас с разных факультетов, с разных курсов. У нас уже много девчонок. У нас это уже не первый коллектив, до этого уже были девочки, которые выпускались. И все равно мы созваниваемся, списываемся, даже встречаемся. Они приезжают, гости приходят к нам. Обязательно. Как правило, музыкального образования у вступающих в коллектив нет. Поэтому бессменному руководителю для начала приходится обучать новых девчонок музыкальным азам. Что такое ритмы, длительности, как правильно держать палочки в руках. Это как легко, так и нелегко. Почему? Потому что это, собственно, это девушки. Девушки молодые, со своими амбициями, со своими запросами. Естественно, со своими проблемами. И поэтому здесь возникает некоторая сложность. Так как приходится прислушиваться к каждой по отдельности, а их 24 человек. А легко, потому что, наверное, девчонки все-таки они как-то более ответственные, чем пацаны. Долгая и кропотливая работа, репетиции по выходным и праздникам, после самоподготовки – вот будни барабанщиц. Оказаться в стройных рядах этих девушек мечтает чуть ли не каждая первокурсница, надевшая форму Академии ФСИН России. Проходят настоящие кастинги по отбору во взвод барабанщиц. Но попадают сюда только самые трудолюбивые и ответственные. Прошла, нам попросили сделать какие-то первые, наверное, что мы можем вообще показать. И вот я показала, много кто не прошел. Очень много девочек. Да, очень много. Они расстроились, уходили, пытались упрашивать. Но все равно выбирал. То есть был отбор такой жестковатый немножко. Но у нас отбор был по-другому. Просто немного постарше. И нас всех тоже вызвали сюда в актовый зал, построили. Смотрели рост, фигуру, а также музыкальные данные. Взвод барабанщиц Академии ФСИН России – желанный гость на городских мероприятиях. В последние годы без их выступлений не обходится ни один патриотический праздник. С показательным выступлением их можно увидеть во время торжественного парада, посвященного Дню Победы 9 мая. Сейчас они готовятся к большому праздничному концерту в честь Дня народного единства. Эй! 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 Эй, Россия впереди планеты всей! Эй! Эй, Россия впереди планеты всей! Мы молоды и сильны, качеств, славны и умны. И если надо, мы вперед пойдем, честь и славу обретем! Лекции, семинары, хозяйственные деятельности, строевые, наряды и физическая подготовка. А вместе с этим репетиции практически до изнеможения. А результаты таких будней видим мы. Красивых, улыбающихся, стройных девчонок, задорно выбивающих сложные ритмы и озаряющих своей красотой любое мероприятие. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня! Редактор субтитров А.Семкин